Наши Рамам, из-за того, что Макандериши, он совершал баджан, что дает нам учение, что если святой совершает баджан, то все окружающее, все это влияет на окружающее, и все покрывается благостью и всем самым благоприятным. И такой сад, он может освободить не одну личность, он может освободить души этой вселенной. Как человек рода, когда находился в Макхурии, в то самое время, когда он совершал баджан в Макхурии, в Шикешаваджи Годиа Макху, вся область, принадлежащая к этому Макху, была совершенно похожа. Когда утром рано вставал, и он воспевал один лак святого имени до завтрака, он ничего не принимал. Он так же вставал из дути, он очень рано вставал, он рано вставал и начинал воспевать святые имена. И эта трансцендентная вибрация, которая исходила из золота Санхуста, она распространялась повсюду в Макхурии. И все, зная об этом или не зная, все окружающие обретали благо, духовное благо. Человек Гродиа, так же он говорил, что вначале баджан, а затем ходжан. То есть вначале баджан, а затем я буду завтракать. И принимать просадку. И затем он начинал заниматься повседневными обязанностями в храме. Но он говорил, пока я не закончу лак-харинама утром, я не буду заниматься. А затем, когда он заканчивал, он давал лак-шми для того, чтобы пошли на базар, и обрели богу для предложения так уж и так далее. Поэтому, когда саду находится в центре, и все, кто находится вокруг него, и преданные, все ощущают влияние, это духовное влияние, которое исходит от истинного чистого преданного, который совершает баджан, служит баджан. Шабари, когда она покинула дом, она пришла в ашрам, и Ириш, он принял ее. И она также приняла лотосные стопы и приняла его как Гуру Дева. И она думала, как я могу послужить ему, потому что без служения ничего не произойдет в духовной практике. У нее было очень сильное желание служить Гуру Дева, и она с простым сердцем искренне служила ему. Вы знаете, сейчас преданные никому не желают, никому. Они не желают служить никому, они желают, чтобы им оказывали служение. Но это является большим осложнением в духовной жизни. Поэтому это настроение, это настроение никогда не служит в совершении саданы. Шабари, она подумала, как же я могу служить Гуру Деву? Гуру Деву не скиченая, кинченая, ему ничего не надо. Ему ничего не нужно, никакого служения. И она думала, что же делать. А в особенности чисто и преданно. Он в действительности не желает ничего, чтобы для него совершали какое-то служение. Он думает, что если мне будут совершать служение, я должен обязательно отплатить, я должен что-то сделать. Поэтому из-за своего смирения он считает, что он не квалифицирован даровать духовное благо на уровне смирения, что является признаком бакте. Мой Махарадж, он сам себя, он ругал, Он рассказывает о том, как даршила Гуру Деву, здесь имеется Шелна Раймага, своим аппаратчем. Он рассказывает о том, как он служил в Маткурии. Также он рассказывает о своем духовном учителе, что качество и чистого, и важного. Они основаны на том, что они ничего не желают для себя. Единственное их желание — отдать все, что у них есть для блага преданным. И Шавари, когда она пришла в Ашрам, вы знаете, когда Вашнам нас ругает, отчитывает, но на самом деле это... Для нас, конечно, очень важно, когда Вашнам говорит сладкие слова, улыбается, ласково смотрит на нас, но когда Вашнам начинает отчитывать и ругать нас, мы должны также принять этот горький тоник для того, мы должны понять, что таким образом Вашнам, он проливает свою особую милость, очищая наше сердце. И поэтому... Потому что даже когда Вашнам ругает, это даже еще более благоприятно для нас. Когда Он постоянно хвалит и подбадривает нас, говорит сладкие слова, это еще не означает, что Он полностью доверяет ученику. Но когда Он начинает ругать, Он знает, что Он все это примет, исправится и не потеряет доверие и веру в Духовного Учителя. Поэтому, как отец, который из огромной любви, ему приходится отчитывать своего сына, потому что из-за своей любви Он хочет, чтобы сын обрел хорошее качество. И для того, чтобы помочь ему, иногда Он ругает и наказывает своего сына, но это Он делает из любви. Точно так же и Вашнам. Садо. Он рассказывает сейчас историю, связанную с двумя духовными братьями, которые служили Куродеву. Куродеву, которые имели различные настроения служения духовному учителю. Один с критикой относился, а другой он искренне служил. То есть, я извиняюсь, один был ученик, а другой был духовный брат его, Гуру Дева. И этот духовный брат, он относился очень пренебрежительно к Гуру Деву, что очень ранило сердце ученика. Он замечал, что он иногда критикует и относится с пренебрежением. И однажды он спросил Гуру Дева, Гуру Дева, мне кажется, что твой духовный брат, он не совсем с почтением и уважением относится к тебе. На что его духовный учитель ответил, что если я его буду отчитывать или как-то обращать внимание на его поведение, то тогда он покинет храм. И я не знаю, что с ним случится далее. Поэтому, по милости, поэтому я с большой любовью отношусь к нему, как к своему духовному брату. И хочу духовного... Поэтому я не принимаю никаких... Но это то, что касается отношений между ващеновыми. Они внешне кажутся для тех, кто не понимает этой глубины. Они кажутся, может быть, даже противоречивыми или же, или нам кажется... Но на самом деле, как, например, Шилабал Патита Гасаи Матарайш, как он отчитывал своих учеников, но одновременно с этим он оказывал еще больше милости и больше сострадания, когда он их отчитывал, чем если бы он говорил сладкие слова. Поэтому, когда мы смотрим на такое поведение ващенова, нам с материального плана очень трудно понять, почему Городев так поступает. Но все, что делает ващна, чистый ващна, он делает для блага. Он ничего просто так и не делает. Поэтому Шабари, она думала о том, как она может послужить своему духовному учителю, как истинный ученик, как он служит своему духовному учителю. Ему не нужно говорить. Да Городеву даже не надо говорить, что нужно сделать. Он сам знает о том, в чем нуждается Городеву, как удовлетворить его сердце. Это эти отношения между... То есть этот ученик, он не ждет того, чтобы ему сказал Городеву. Он сам ищет служение. Имеется три вида учеников. Это конечно ученик, Камадьям и Утам. Ученик первый вид. Это ученик, когда Городев говорит, дает ему наставление. Он слышит, но не делает. Так, как говорит Городев. Второй вид ученика Мадьям. Это тот, который Городев скажет, он сделает. Но третий вид ученика Утам. Это самый высший класс ученика, которому не нужно говорить ничего. Он знает, он знает, как удовлетворить, как доставить счастье Духовного Учителя своим бескорыстным сложением. Щелок Городев, он говорил, не теряйте время, не теряйте время зря. Каждая минута жизни очень дорога. Вы находитесь в ашраме, в храме. Вы имеете все необходимое для того, чтобы не отвлекаясь заниматься практикой преданного служения. Например, сравнивая с Рикшавалом, который в течение дня тяжело трудится. И для того, чтобы заработать на жизнь. И даже если скажешь ему, из-за того, что он так тяжело трудится, имея семью и много обязанностей, у него нет столько привилегий, как у тех преданных, которые живут в храме, которым все помогает, все является помощью, служение Господу и в духовной жизни. Поэтому, если у вас есть привязанность, это привязанность к Матху и любовные отношения, они приходят через служение. Когда вы заботитесь каждый день, как и в материальной жизни, если вы заботитесь, уделяете внимание и делаете все для того, чтобы поддержать свою семью, у вас рождаются привязанности и любовь. Точно так же в духовной семье. Чем вы больше служения оказываете, тем больше у вас любовная привязанность возникает к лотосным стопам Шигуру Ивашнава. Шабаре, она находилась рядом с Ашрамом. И однажды там произошло событие, пруд, который находился рядом с Ашрам, которым пользовались для того, чтобы... И он был загрязненный. И Шабаре, она подумала, потому что там брали воду для того, чтобы готовить для Та-Курджи. И она очистила этот пруд. Затем она подумала, что для того, чтобы готовить для Та-Курджи, для Та-Курджи нужны дрова. И она каждое утро начала собирать в лесу дрова, хворост, и оставлять их возле Ашрама. Возле Ашрама. Почему? И брамачарьи, которые находились в Ашраме, они лишь только давали ей приказания «Делай то, делай это, делай третье». Но сами не проявляли большого стремления. И Шабаре, она с утра до вечера занималась служением. Она подметала двор в храме, чистила мыло и занималась другим служением. Она постоянно была готова. И учитель, он недоумевал, кто совершает это всеслужение. Ну, это так, как бы, внешне казалось. Городев, он знает все, но внешне он проявлял удивление, кто же совершает это служение. Он не знал о том, якобы, что Шабаре, она приходит каждый раз и тайком служит, так, чтобы Городев ничего не знал. Почему? Потому что истинное служение, оно делается не для показа, не для того, чтобы показать, что я являюсь севакой, что я совершаю служение. Истинное служение, тот, кто оказывает, он никогда не будет хвалиться, он никогда не будет показывать его на виду, он будет делать его тайком, так, чтобы, таким образом, в это время повторяя святые имена, он с любовью сердца будет совершать служение. Таким, в таком настроении нужно совершать Божьим. Это не для того, чтобы показать свои качества слуге, а для того, чтобы искренне, с большой любовью доставить счастье Шрикуру и Вашнавам, воспевая святые имена. Шабари, она продолжала служение. Она служила с большой любовью Гуру Деву. Однажды ночью Гуру Дев заметил, чем она занимается, поймал ее и сказал, и сказал, что ты тут делаешь? Она сказала, я приняла тебя в своем сердце, как Гуру Дева, но я являюсь из низкой касты, я не могу находиться в Ашраме, в обществе преданных, я не могу слушать Харикатху, я ничего не могу делать и поэтому единственное, чем я могу послужить тебе, мой Гуру Дев, пожалуйста, позволь мне. И Гуру Дев, услышав ее слова, он понял настроение, простодушное настроение, искреннее настроение ее сердца, что тронуло его до глубины души. Какое же слушание она совершала, а она подметала Ашрам. И это подметание храма, это необычное служение. Как когда Ашямананда каким образом обрел особую милую Матердхарани, когда он подметал Кунжу. И вы знаете эту историю, когда он нашел браслет, который обронил Шимакиратарани. Шимакиратаранда, когда рассказывал эти сладчайшие левые о том, о служении духовному учителям, тот, кто служит в этот момент, вы знаете, вот наш храм, он находится на пересечении четырех дорог, которые очень, очень, очень важный очень важный для всех ващнавов, потому что мы находимся в сердце Вриндауна, Сева Кунжа, и вот это Мангали, Сева Кунжа, как это так, в общем, четыре улицы, которые расположены вокруг нашего храма. Очень часто Шимакиратаранда рассказывал о удивительных лилах, которые происходят в Ориендауне, и самое высочайшее место это Сева Кунжа, Шимакиратаранда рассказывал, лилы связанные. Почему Сева Кунжа является самым возвышенным местом для всех ващнавов? Почему? Потому что Сева Кунжа, Кришна, Он служит в Шимакиратаране, что является сокровенным желанием всех в Манджаре служил в Шимакиратаране. Они хотят, чтобы не Шимакиратаране, а Кришна служил. И также здесь, в этом месте Сева Кунжа, Шимананда, Шимананда Крабу, когда Он подметал двор, на самом деле это не двор, это Кунжа саму Шимакиратаране, и Он, подметая ее, Он обнаружил он обнаружил браслет самой Шимакиратаране, и затем Он обрел ее особой милости. Вы знаете, когда царь Продопорудра, являясь чистым преданным, он мечтал о встрече с Читанием Махапрабу, Читание Махапрабу отказывало ему, потому что он сказал, что мне, как Саньяси, совершенно непочтительно общаться с Вишай, который являлся царь, но каким образом царь Продопоруда обрел особую милость Читания Махапрабу во время Ратхаятры, когда Читание Махапрабу отдыхал в саду, который называется Джаганат, в Куре, который находится как раз недалеко от того места, где совершается Ратхаятра, праздник Колесниц, и Читание Махапрабу отдыхал, и царь Продопорудра переоделся, и подошел к нему, он начал цитировать сокровенные шлоки из Гопегетты, когда Читание Махапрабу находясь в полубессознательном состоянии, услышал эти удивительные строки, которые являлись утипаной для того, чтобы увеличить Паву в сердце Читание Махапрабу и его Божественную Любовь, он открыл глаза, и он хотел обнять того, кто цитирует эти шлоки, и таким образом обняв царя Продопорудра, он даровал ему особую милость. Далее, Читание Махапрабу, он внешне не хотел даровать царю Продопорудру, но внутренне он всегда этого желал, и по желанию Читания Махапрабу, царь Продопорудра, он получил особую милость. Когда Читание Махапрабабу, находясь в Гамбере, он погружался в настроение Шиматетхране, в настроение невыносимой разлуки, он восклицал опранот, он проявлял это особое настроение. Во время Ратхаякры, когда он танцевал перед Холестницей Господа Шеджаганадева, однажды он произнес одну шлоку мирского поэта, и никто не мог понять смысл, почему Читание Махапрабабу, цитирует эту шлоку, эту поэму мирской, мирской личности. Лишь только Широпага с вами смог реализовать настроение сердца Читания Махапрабабу. И он объяснил это, что Читание Махапрабабу написал прекрасную шлоку, описывающую настроение Сечитания Махапрабабу невыносимой разлуки Самаши Мать Ахарами обращается к Кришне, говорит о том, что Кришна, ты пришел на Курубшетры, но ты окружен своей семьей, семьей, слонами, министрами, солдатами, своей армией. Ну то есть Махараша говорил очень быстро, я не успевала переводить, но в смысле того, что он рассказывал, это особую особую лилу, славостную лилу с Читания Махапрабу, которую он проявлял в Джаганатху Куре. А сейчас Куджеку Ашидар Махараш цитирует Копи Гетто, чтобы далее продолжить свою часть Чухарикатку. Каким образом царь Протопоробера, который служил в Лосонстопамше Читания Махапрабу, он цитировал этот шлок из Копи Гетто. И когда в этой шлоке, которая описывается в Шиматю Адхаране, она обращается, что в разлуке с Кришной кто же, и в Раджагопи обращается, кто же может успокоить наши сердца. Лишь только Кадха, которая раскрывает прекрасные деяния Кришны. И как даже Читания Махапрабу услышал содержание этого смысла, этой шлоки, он открыл глаза и в порыве экстатического состояния любви он обнял царя Протопоробера. Таким образом, как вы можете обрести особой милостей Матю Адхаране, находясь здесь во Вриндаване, прумень, то есть подметая, как совершал это Шьямананда Пробо. Шила Гуру Дэв, он построил этот храм в центре Вриндавана, в прекрасном, совершенно божественном месте, который прилегает к району, который называется Севакунч. Наш храм, он тоже принадлежит к Севакунч. Вы знаете также историю связанную с Протопорудрой, как его отец, который подметал во время его отец, являясь царем в Джаганатхапуре, он подметал перед Господом Джаганатхом во время Ратхаятры Пути. И один царь из Южной Индии, который хотел выдать свою замуж за царя отца Протопорудры, за его отца, его называли Джаганат, Джан, не так звали, или как-то может быть я ошибаюсь. И далее Худжи Пути. Худжи Пащида Мухарадж рассказывает об одном преданном, который тоже совершал это служение, как отец царя Протопорудры, что является очень восточным служением. И также он рассказывает об одном преданном, который тоже имел это служение в храме. и таким образом он обрел особую милость Худжи. Однажды женщина пришла, чтобы помыть перефинали для Худжи. 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 кто-то еще был там. И кто-то хотел это совершить служение тоже. И эти женщины начали между собой чуть ли не драться за это служение. Почему? Потому что большая севанишка, вера об это служение. Иногда мы можем это видеть. Эта женщина пила 80 лет, которая сказала Худжи. 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 Дарма. Хараш. Она не могла видеть ничего без очков. У нее не было даже зубов. Она не могла ... Она была очень очень старенькая, но она совершала очень много служения в храме. Она мыла рис. Этот Кайлаш праву, который там занимался распределением служения, она обращалась часто к нему. И она рассказывала о том, что она служила в одном доме и хозяин и она была служанкой длительное время и она была полностью зависима от воли этого хозяина, который кормил ее и давал ей жилье. И вот у нее как определенные самскары, которые она обрела в жизни, которые помогли так же так же она пришла в храм служить обжение хозяину, которому она служила, самому господу, служить гуру и ващ на бом и это женщина, которая она уже была очень пожилая это он рассказывает это раньше в руках санатами она была очень ну как преклон возрасте когда она совершила служение и она всегда она все время и хотя ей было тяжело стоять на ногах колени не очень болели но она никогда не пропускала мангар и она все время стояла перед так уже и прилагала лампу огонь и иногда она обращалась к прабуи и беспокоилась что под жарь еще не пришел и она очень беспокоилась что мангар не начнется вовремя и вот она так обращалась предупреждала чтобы он не опоздал и так же она когда она обретала обретала даршан так же и совершала служение вот ее настроение и она во время икадыш во время картики она пришла на арати затем приняла просад и она пошла в комнату баба баба жима махараджа и когда баба жима махараджа он вошел когда он вошел в комнату она вошла в комнату баба жима махараджа и когда он уже вошел он увидел что она сидит он обратился почему не принимаешь просто что он не сказал он видит что она не шевелится не двигается и тогда пригласили преданных и они увидели что она оставила тело это было время картики икадыша очень благоприятный день она ушла так легко без всяких страданий находясь в храме без всякой боли находясь в саду сангем совершенно легко она оставила тело тот кто не совершает баджин радхи гавинде если тот кто не совершает баджин господу гавинде без двуличия и лицемерия разве это возможно так легко легко покинуть этот мир совершая баджин без всякой лицемерии это возможно и поэтому когда я не решая являясь гурудевом шабаре он понял настроение ее сердца и сказал то чем ты занимаешься я полностью принимаю тебя я принимаю тебя и тогда она ответила о гурудев пожалуйста позволь мне служить тебе для того чтобы доставить тебе счастье это моя единственная цель моя жизнь это не так как преданные находясь в саду-санге некоторые преданные не могут понять значение служения находясь в саду-санге имея все самое необходимое но у шабари было такое недалимое желание она была поэтому тот кто не совершает саду-санге для него очень трудно обрести вот это настроение настроение которое лишено всякого лицемерия и двуличия желание прославиться сделать обрести почет и славу единственное желание все что есть отдать на служение Шигуру Вашнаму и мой городе часто рассказывал смысл этой шлоки которая объясняет что квалификация истинного духовного ученика в чем заключается пронепат это когда он полностью находится в придавшемся настроении в Шаранагате пронепат это сэвая то есть и так же он имеет настроение служения и с большим смирением он вопрошает вопрошает духовного духовного учителя в настроении вопрошает он вопрошает его и он очень квалифицирован слушать Хрика Ку в этом настроении вопрошание и совершать садхана садхана башен Кришна башен он зависит он зависит от ничего не зависит нет никаких нет никаких условий для того чтобы обрести что кто-то занимается занимается башеном являясь браманом и имеет все квалификации или же тот кто реализует в самой низкой касте чандалов и совершает башен то есть бахти не зависит от этого как Шилакурдэва часто говорил вы знаете одну вещь вы когда слушаете Харикаку Шилакурдэва один брамачарь пришел в ашрам который попросил брамачарь который видел шабри который вошел в ашрам он начал ругаться на нее как ты могла сюда прийти ты относишься к низкой касте являешься женщина а это ашрам брамачарь ты полностью его сквернила гурдэва услышав эти слова сказала что на самом деле шабри она своим присутствием присутствием очищает этот ашрам лакшина гурдэва и когда эти брамачарь собрались и начали возмущаться когда гурдэва сказал что если вам не нравится вы можете покинуть ашрам без всех по сожалению он сказал это и они все покинули ашрам они все ушли из ашрама высказал свое недовольство тем что гурдэва он не выполняет правила предписанные правила касающиеся женщины низкой касты шабри осталась и она служила гурдэву и и тогда гурдэв когда он состарился и перед тем как уйти из этого материного мира он дал наставление шабри он сказал ты должна продолжать служение и в один день сам шерам и лакшман они придут в ашрам и даруют его божественные даржи когда гурдэв сказал эти слова из-за того что она обрела ни с чем сравненную непоколебимую веру слова духовного учителя что когда-то в какой-то день она обязательно обретет даржа господа даржи рама и она продолжала следовать его наставлениям каждое утро она собирала цветы в лесу и этими лепестками этих цветов она украшала дорожку ведущую кашраму и так же она собирала фрукты и все самое необходимое она предлагала так уже и очень много времени прошло каждый день она ждала и обращалась так уже о так уже мой гурдэв дал мне наставление он пообещал что вы обязательно придете ко мне я смогу вас увидеть обрести ваш даржан сам господь и рам он обязательно придет потому что он сказал что это обязательно произойдет когда шабари она была юная но когда она продолжала служить время шло и она совсем состарилась ей было очень тяжело вы знаете иногда преданные обращаются к гурдэву выражают свое нетерпение и говорят о гурдэву мы повторяем мантру следуем наставления но ничего не происходит в нашей жизни когда же это произойдет но и кто может преданность сказать о гурдэву я уже 20 лет следую тому что ты говоришь ничего не происходит потому что преданно он не испытывает терпения почему потому что в духовной жизни нужно терпение достойчиво продолжать и продолжать и тогда обретете результат как и в то время когда Арджуна и Кришна находились в лесу они увидели прекрасную девушку которая совершала Бхаджана как это возможно они спросили подошли спросили кто ты такая она ответила я Калинди что ты здесь делаешь я здесь совершаю эскезы чтобы чтобы достичь положения жены Кришны и они спросили сколько ты лет уже совершаешь эскезы она ответила я уже очень много лет нахожусь в лесу уже с того дня когда когда уже даже разрушение с того момента когда произошло разрушение и Арджуна он услышав это сказал Кришне когда вернулся из лесу что что Калини она совершает уже столько времени эскезы проявляя непоколебимую решимость терпения почему потому что проходя через через стадии духовной практики которые начинаются со Шрабхи затем мы приходим в саду Санг приняв лотосные стопы духовного учителя входим в Баджина Кришна затем Анатка Неврития Нишка Руча Садхи Пава все эти стадии Бхакти они достижены не сразу поэтому мы должны набраться терпения самое главное иметь непоколебимую веру что когда-то в какой-то день я обязательно достигну конечной цели духовной практики я обязательно в Риту Кришна приемлю и хотя Шабари она испытывала большие проблемы со своим здоровьем ей было уже тяжело служить так уже она была уже преклонна в возрасте но она постоянно ей было учитель но она все время вспоминала слова духовного учителя которым она обрела большую веру и с этой верой большим терпением она продолжала послужение мой курдав часто говорил что я являюсь учеником чищемат баптистян страсти проповода который является самой Наянамани Манжария и мой курдав имеет это очень возвышенное положение духовного служения и с большой гордостью он говорил об этом когда рассказывал своему духовному учителю с 4 часов где-то до 8 до 9 часов это самое благоприятное время для садана бажана когда вы можете приходить на арати так уже обретать даршин затем повторять ани гуру мантра гуру гая три гуру мантра и так далее затем участвовать в киртане в бажанах прославляя прекрасные деяния господа затем слушать харикако и таким образом совершая эту садану каждый день вы становитесь очень сильными обретаете духовную силу и это не так что кто-то один-два дня пришел на арати а затем он не может потому что это не так просто иногда когда мы совершаем проповедь иногда наше расписание меняется и очень тяжело поддерживать этот стандарт вставать очень рано потому что иногда приходится очень поздно как мой гуртав часто говорил на самом деле это не гауди амад это не кунжа лила сама самой самой щемотер карани служанка которая является мой духовный учитель а мангала асакхи в этот момент мангала рати что они делают они пробуждают божественную читу ратву и кришну и совершают мангала рати вы должны это не гауди амад это не кунжа не кунжа лила которая происходит в кунже где сакхи пробуждают пробуждают божественную читу это есть смысл мангала рати когда вы приходите рано утром таким образом прославляя Ратву и Кришну вы помогаете также прославляя их вы помогаете оказывать это служение мой курд также часто говорил что вы как минимум должны хотя бы одну свою жизнь посвятить жизни в мотхе 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 И он далее продолжает рассказать историю, связанную с Шабари, что в конце концов Шьерам и Лакшман, они пришли в Аштам, в Шабари, и она смогла угостить их свежими пруктами, которые она собрала в лесу. И они были настолько сладостны. И это сладость, которую... И тогда... Он рассказывает также историю об одном Брамане, одной Брамане, которая также обрела... И тогда Шьерам, когда увидел Шабари, Господь Рам спросил ее о благословении. И она сказала, что это озеро, которое мы потеряем с Ашрами, оно загрязнилось, очень осквернилось. Пожалуйста, помести свои лотосные стопы в это озеро, чтобы оно очистилось. Это он спросил одного Брамана, который также служил Шьераму. И он сказал, что ты должен пойти к Шабари и попросить ее, чтобы она... То есть, чтобы просто обрететь Адаршан, Шабари... Вот это святое место, это озеро, оно очистится. Продолжение следует... Продолжение следует...